МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подготовка трассы будет начинаться за неделю до стартов. Участникам соревнований предстоит бороться за победу в пяти категориях. Мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, юниоры от 18 до 25 лет, женщины-ветераны и мужчины в свободном классе снегоходов. Отборочные туры и финальные заезды пройдут в один день. Воспитанники Дворца спорта Норд и дюдс-лидера Андрей Хандрузов, Даниил Дронов и Ярослав Пащенко представили наш округ на первенстве по боксу Северо-Западного федерального округа. Соревнования проходили в Пскове. В них участвовали боксеры 2001-2002 годов рождения из 10 регионов. Ребята участвовали в трех весовых категориях. В результате упорной борьбы Даниил Дронов занял третье место в весовой категории до 66 килограмм. Ярослав Пащенко также на третьем месте, но в весовой категории до 70 килограмм. Дронов Данила могло повезти, конечно. В первом бою у него был такой не очень сильный, он прошел парня в полноценной области точно. Но во втором бою у него соперник был Севского, который потом в финале выиграл, конечно. Но на полуфинал он был не готов. Данилу нужно было немножко, может, опыта не хватило, он мог пройти финал. У Пащенко и Ярослава, в принципе, все бойцы были серьезные. Были которые победители и финалисты прошлых первенств Северо-Запада. И все-таки ему удалось дойти до полуфинала, он провел три боя, двух из них одержал победу. В принципе, ребята довольны. У наших спортсменов не так много выездных боев, соревнований, именно в боевой практике. У наших соперников было по 60, по 50 боев. В отличие от наших, по 12-15 боев они имеют за всю свою спортивную карьеру. В этом была сложность. По словам педагога дополнительного образования Дворца спорта Норд Александра Андрюкова, в конце марта еще троим спортсменам из Неницкого округа, уже юниорам, предстоит выступить на первенстве Северо-Западного федерального округа. Эти соревнования пройдут в Новодвинске. Сборная команда Неницкого округа приняла участие во втором межрегиональном турнире по хоккею на призы Лукоилкоме. Соревнования проходили в Усинске в период с 17 по 19 февраля. За победу сражались четыре команды. Мы получили приглашение для участия в этом турнире. В этом турнире участвовали четыре команды. Это команда Лукоилкоми города Усинска, команда сборная Ухты, команда из Нижнего Новгорода и команда Неницкого автономного округа. Турнир проходил в городе Усинске в Ледовом дворце спорта. У них построен тоже замечательный Ледовый дворец спорта. И организаторы турнира были в Укоилкоме. Благодаря поддержке финансовой таких лиц, как СГД, Овсяников Константин Викторович, частных предпринимателей, Попов Алексей нам помог организовать поездку, Доронин Максим, частный предприниматель, Песков Владислав, Ненецкая компания электросвязи. Благодаря этим людям мы смогли достойно выступить, вывести команду в хорошем составе, усилиться несколькими игроками, которые постоянно к нам приезжают, каждый год, ежегодно из города Москвы. Участвуют здесь в мероприятиях, в играх, дают мастер-классы детям. И также участвуют за сборную Ненецкого автономного округа, помогают нам. Так как уровень хоккея был очень высокий, там все игроки прошли детско-юношескую спортивную школу. На Ринмаре детско-юношеская спортивная школа существует только пять лет. И вот это поколение, которое проходит, вот эту спортшколу, вот они уже смогут бороться, конечно, с такими командами сильными в наше подрастающее поколение. А так, конечно, любителям там делать было нечего, но благодаря усилению пятерки с города Москвы мы выступили достойно. Первую игру сыграли с командой города Лусинского УКО. Мы выступили им 5-6, тоже упорная борьба, 5-3 мы вели до конца оставалось минут 5, наверное, играть. Но сил не хватило, выступили 5-6. Вторую игру мы выступили 6-7. Ну, все, счета такие... Отрыв, да, небольшой. Уступили команде из Нижнего Новгорода, которая заняла в этом турнире второе место. Ну, и последняя, заключительная игра. Это мы сыграли с командой УХТОЙ. Там, конечно, уже третья игра, все очень устали. Там мы проиграли, ну, с таким большим счетом, да, 5-14. Ну, большой урок у нас получил, большую школу хоккея прошел. Это молодой вратарь у нас, участвовал в этом турнире. Первый раз он участвовал в таком турнире и играл с такими командами, суперкомандами. Я еще раз скажу, что уровень хоккея был очень высокий. Это Пашкин Антон, которому всего 18 лет. То есть он прошел большую школу и сейчас он уже готов играть на любых турнирах. По словам самого Антона, участие в межрегиональном турнире – это огромный опыт. Это мои первые выездные соревнования. И для меня это, несомненно, огромный опыт. Много чего услышал, много чего набрался, подсмотрел у кого-то что-то. Ну, то есть, конечно, плюсы все, полностью эмоции. И вообще просто, ну, на радость их закончили турнир. Это стеклянное поражение. Следующее соревнование, на которое планируют попасть сборная Нинецкого округа по хоккею – финал этапа ночной хоккейной лиги, который пройдет в городе Сочи. Правда, пока все упирается в финансы. Билеты до Сочи стоят недешево, а потому без помощи спонсоров спортсменам не обойтись. Мы туда должны выехать в мае месяце, защищать Нинецкий автономный округ на льду. Ну, все упирается в финансовый вопрос, конечно, если будет финансирование, поддержка финансирования от администрации, потому что вряд ли люди смогут оплатить билеты. Билеты дорогие, а команду выезжать надо. И мы думаем, что мы сможем выехать. Это по-взрослым, да. И по поводу детей. Вот наши родители совместно получили приглашение от родителей из города Усинска, от тренеров из города Усинска тоже в эти же сроки посетить город Усинск. И чтобы наши ребята 2003-2004 года, которые в этом году тоже будут участвовать на «Золотой шайбе», которая будет проходить с 24 марта по 1 апреля тоже в городе Сочи. Там прекрасные условия, олимпийские объекты. В том году ребята ездили из 56 команд, заняли 21-22 место, не помню. Ну, удачно выступили для Наринмара. Я считаю, это хорошие успехи. Ну и в этом году они тоже поедут туда в эти сроки 24 марта. И вот надо было товарищеские матчи провести, серию товарищеских матчей с городом Усинском. Первую игру мы выиграли, победили 5-2. На вторую игру мы вышли там, игроки за ночь подросли. Но мы так поняли, что там договаривались играть с 2003-2004 годом, а ну, вышли ребята постарше играть. Вторую игру мы сыграли с ними в ничью 6-6. И по серии послематчевых буллитов мы уступили им 7-6. И третья игра, то же самое, сыграли в ничью 2-2. И в лотерейной жребе опять серия матчевых буллитов тоже мы уступили. Будем учиться пробивать буллиты. А так, в принципе, поездка была организована родителями. Родители на своих машинах, дай бог, повезло с погодой. Прекрасная дорога была, зимник прекрасный, солнечный день. И то есть родители свозили на своих машинах детей. Успешно добрались, успешно вернулись, потому что выезжать нам очень дорого куда-либо. Только ближний, это город Усинск. Мы получили приглашение на следующий год участвовать как дети, так и взрослые. Чтобы хоккей развивался, надо с кем-то соревноваться, играть, а не просто тренироваться на лёд. Со словами своего тренера согласны его воспитанники. Один из них – Дмитрий Марков. На соревнованиях Усинске он представлял юношескую сборную ненецкого округа «Стелла Палари». В первую игру мы приехали, выиграли, 5-2 оборолись. Ну, а последние две игры проиграли по буллитам. Ну, там были ребята постарше, но мы всё равно боролись. Что было особенно сложно? Ну, вот то, что мы последнюю игру выигрывали, первые два периода 2-0. Ну, и потом нам забили последние две шайбы. Ну, и вот по буллитам они две игры выиграли, а так у нас леча было, у них две последние игры. То есть, как разрыв-то небольшой? Да. А буллитам вы думаете, то есть не хватает техники или опыта? Опыта, соревнований не хватает. Смотрели тоже игры, как играют там. Старшие команды есть, да, для чего, ну, стремиться к чему. Вернувшись на Ринмар, ребята первым делом отправились на тренировку в родную спортивную школу труд. Усталость после дороги сменилась желанием тренироваться снова и снова, чтобы в следующий раз уже наверняка одержать победу. В Ненецком округе стартовал очередной этап сдачи норм ГТО для школьников. Первыми доказать свое право носить значок Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» смогут школьники окружных сел. В середине марта спортивные тесты предстоит пройти и учащимся из Ринмара. Кроме того, в апреле впервые с момента запуска федерального проекта по восстановлению комплекса ГТО сдать нормативы смогут и взрослые жители округа. Массовая добровольная сдача норм ГТО по всей стране началась в текущем году. Подробный план график с указанием времени и места тестирования на территории Ринмара и поселков формируется и в ближайшее время будет опубликован на официальных сайтах Департамента образования, культуры и спорта НАУ, спортивной школы «Старт» и «Дюдс Лидер». График составляется таким образом, чтобы выпускники школ успели сдать все нормативы до поступления в ВУЗы. Результаты ГТО имеют для них особое значение. Золотой значок принесет выпускникам дополнительные баллы к результатам единого госэкзамена. Сообщили в Департаменте образования, культуры и спорта Неницкого округа. По итогам 2015-2016 учебного года в мероприятиях по сдаче норм ГТО приняли участие 555 школьников и студентов Неницкого округа. Из них 25 выполнили нормы на золотой знак отличия – 89 серебряный и 67 бронзовый. Бискультурный комплекс «Готов к труду и обороне» был введен более 85 лет назад и возрожден в 2014 году по инициативе президента России Владимира Путина. В состав комплекса входит бег на разные дистанции, прыжки, подтягивания, отжимания, метание снаряда на дальность, наклоны, рывки гири, стрельба, плавание и другие дисциплины. Отточенная пластика движений. Мгновенная реакция броска. О, спорт! Ты воспитатель поколений. Большого друга. Верная рука. Чтоб бегать, плавать, двигаться умело. Противника играя побеждать. Пускайте тело без сомнения в дело. Нет больше чести, чем себя создать. Спорт дарит нам энергию здоровья. Упорство, силу духа, красоту. Спорт учит нас на мир смотреть с любовью. В реальность воплощать свою мечту. ГТО. Будь готов. Продолжение следует... exactly. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова